Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сергей Захарьяш не уверен в своей девушке Лилии Четрару на 100%. В недавнем эфире показали, что он не взял с собой её на встречу с отцом. Он считает, что их знакомить ещё рано. На поляне было заселение пар. В итоге голосования без комнаты остались две пары. Маша Кахно и Рома Гриценко, Майя Донцова и Лёша Купин. Таким образом, заговор против сейшельских пар удался. Маша расстраивается из-за того, что Рома равнодушен к ней. Она уверена, что их отношения не продлятся долго. Рома, похоже, тоже жалеет, что не остался на острове. В отличие от Марии, ему не хочется серьёзных отношений, он хочет веселиться и отдыхать. Майя Донцова радует своих поклонников песней, которую она записала на Сейшелах. Ей большинству понравилась как песня, так и исполнение. На острове любви новенький Алексей ухаживает за Лизой Триандафелиди. Он готовит ей романтики. Лизе же больше по душе новенький Фил. Она с ним общается и флиртует, называет его идеальным парнем. В сети ходят слухи о том, что Саша Черно вся в долгах. Она брала деньги не только у Николая Должанского, но и у многих своих старых знакомых за периметром. Черно пишет в своём микроблоге. «Я даже комментировать это не буду, потому что большинство враньё. Пусть говорят, мне пофиг». Лера Фрост рассказала, что Майю Донцову и Машу Кахно не хотели пускать в самолёт, когда они возвращались с острова любви в Москву. Девушки были в очень нетрезвом состоянии. Купин опровергает слова Фрост. Он считает, что это связано с конкурсом «Любовь года». Теперь банда девочек на поляне будут делать всё, чтобы утопить их пару. Мама Димы Дмитренко так и не поздравила Олю Рапунцель со свадьбой. Брат и сестра Димы поздравили их и ждут во Владивостоке, чтобы отметить это событие вместе. Дима в этой ситуации на стороне Ольги. Вика Романец рассказала о своём недавнем приобретении автомобиль Mercedes 2017 года стоимостью более 2,5 миллионов рублей. Ей пригодились деньги, отложенные на свадьбу. «Я бы в любом случае купила себе автомобиль. Возможно, после свадьбы на подаренные деньги. Ведь только мои родители должны были подарить полмиллиона. Не надо думать, что я кому-то зло купила машину. И вообще хочу свой автопарк, и он у меня будет. Но сейчас в ближайших планах купить квартиру, изменить гражданство на российское». Андрей Чуев опубликовал в своём микроблоге пост, написанный его девушкой Викой, которой 19 лет. Якобы у неё нет никаких страниц в соцсетях, и поэтому они с папочкой будут вести одну страницу на двоих. Теперь её посты периодически будут появляться в микроблоге Чуева. Тата Абрамсон и Валера Блюминкранс готовятся к появлению дочки и намерены окружить девочку всем самым лучшим. «Мы решили воспитывать дочку как принцессу», пишет Тата. «Каждый день ходим по магазинам и выбираем одежду. Берём всё, что нравится. Даже купили воздухоочиститель и увлажнитель за 60 тысяч рублей. Думаем ещё приобрести утилизатор подгузников». Глеб Жемчугов показал новую пассию. Глеб даже похорошел и выглядит по-настоящему счастливым рядом с ней. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.